Меня зовут Сергей, я занимаюсь в Mail.ru безопасность информационной. И когда вообще возникла идея, что будет QA meetup и тестируют функциональные вещи и так далее, возникла идея, почему бы не рассказать, как просто ничего не знаю о безопасности, чтобы каждый из вас просто сегодня вечером пришел домой после доклада и смог бы что-то протестировать своими тестами, своими автотестами безопасности, хотя до этого он прям не в зуб ногой. Собственно, какую ситуацию я брал за основу? У вас есть какое-то веб-приложение, в основном будем говорить про веб, но на самом деле это самый легкий кейс и про него просто проще рассказать. Это может и быть про мобильные приложения, это может быть про десктопы, это может быть про какие-то сложные вещи, там какой-то там embedded, могут быть всякие софты. В общем, самый простой кейс, он довольно понятный и самое главное популярный. И у вас уже есть какие-то автотесты. И, собственно, от этого, отталкиваясь, хочется перейти к безопасности. Прежде чем перейти к ней, хотелось бы рассказать, да, с тестами более-менее понятно, у нас есть данные, которые ожидаются приложением, мы их задаем, сравним логику, что все окей. В безопасности очень похоже, но немножечко с отличиями. То есть, к примеру, такой человек, который хочет что-то заломать, он открывает веб-приложение, смотрит с точки зрения client-сайда, это обычно JavaScript, что там есть, какие сорсы есть, например, там document.location, да, то есть или реферер где-то подставляет, или какие-то другие вещи, или window name. А с точки зрения бэкэнда, ставит прокси и смотрит все HTTP параметры, все различные значения, которые есть, и, собственно, анализирует его в приложении. Цель, собственно, атакующих, это именно что-то заломать, это, или, к примеру, удалить чужие данные, это изменить чужие данные, получить доступ к другим данным, это то, что все выходит за рамки обычного поведения приложения, и, собственно, за ту логику, которая закладывалась в приложение. И что мы сегодня сделаем? Буквально порядка 20-25 минут. Мы возьмем шесть таких классических уязвимостей, они довольно критичные, и попытаемся с помощью именно автотестов начать их тестировать. Собственно, превратим все эти автотесты в такой сканер безопасности. И первое, с чего мы начнем, это такая очень популярная уязвимость, которая встречается сегодня, по сегодняшний день, вообще его прям сплошь и рядом, вне зависимости на каком фреймворке или языке вы и пишете, это такой айдот, так называемый айдор. Очень просто объяснить ее, представьте себе, у вас есть приложение, там отдаются какие-то документы, собственно, есть документ пользователя А первый по айдишнику 1, 2, 3, есть документ пользователя Б 1, 2, 3, 1, 2, 4. И какая проблема бывает, когда мы сидим под пользователем А, мы не знаем айдишника пользователя Б документа, но просто его запрашиваем. То есть просто вручную такие, оп, указали айдишничек и обратились к нему. Если неправильно проверяется АЦЛ, мы прочитаем чужой документ. Это как бы такой очень классический случай, но это может быть и в других местах, это может быть на удалении комментариев. Например, вот, не знаю, я сам лично сдал не одну такую багу по бэкбаунти, но получал вознаграждение за именно такого класса уязвимости. Это удалить комментарии, отредактировать чужой документарий. Это бывает сплошь и рядом. И, как вы понимаете, это просто вообще очень легко просто вот в автотесты вписывается. Что мы можем сделать? Мы берем наши текущие автотесты, которые, например, что-то сохранили, документ, и пытаются к ним обратиться из респонза, то есть по этому айдишнику. Мы обращаемся не по тому айдишнику, который нам вернулся, а по чужому, который мы можем захваткодить. Или мы берем уже обход каких-то объектов в текущем автотесте и подсовываем другую сессию. То есть просто с другой кукой начинаем обход своих документов. Там, где нам вернулось 200, ну, значит, скорее всего, есть какие-то проблемы. Ну, будем надеяться, да, там, что приложение нормально написано. Там 403, 200, более, ненормально возвращается. Но, как бы, от случая к случаю. Но в целом это довольно просто. То есть первый способ. Меняем айдишники за хардкожные. И во втором берем просто обход документов и меняем на другую сессию. В том числе, если у вас этого автотеста нет, просто пишите обход ссылок хотя бы под одним юзером, берете все эти ссылки, скармливаете по другой сессии и пытаетесь обойтись по этой ссылке по другой сессии. Следующая такая популярная уязвимость. Я уверен, что вы, наверное, где-то о ней слышали. Там в интернетах частенько пишут там XSS, XSS. Там действительно, в общем, есть такая проблема в приложениях XSS современных и несовременных. И чтобы вам не давать такого суперформального определения, что это такое вот так вот прям вот в одно предложение. Это вот есть какой-то юзер. Он вставляет текст, например, в форму отправки сообщения просто в письме и подсовывает просто JavaScript. Этот JavaScript открывает другой пользователь. С помощью JavaScript мы знаем, что мы можем управлять домом, мы можем его изменять, мы можем нажимать на кнопки, выполняя, собственно, в браузере жертвы это, кто атакуется. Это классические примеры. Вам не обязательно их запоминать. Они вам особо сейчас не нужны будут, но в целом можно на них посмотреть. То, что первый пример в качестве имени пользователя там задается такой JavaScript, скрипт alert1. То есть alert1, почему вообще все вызывают alert1? Это просто для наглядности, что окошко вылезло, значит проблема. То есть не то, что это там что-то плохое. То есть другой код будет в реальной жизни. Это в атрибутах HTML элементов или это просто в подстановке JavaScript. Но, как можно было заметить, на предыдущем слайде у нас были специальные символы, с помощью чего начинается вообще внедрение JavaScript. Это у нас двойная кавычка, одинарная, знак больше, знак меньше. Сюда можно еще добавить бэкслэши, различные бэктики, но в целом это, наверное, самые популярные символы, которые нужны атакующему, чтобы он их вставляет в запрос, подставляет, а они в таком же виде, не конвертируясь, возвращаются в респонзию. Тоже просто берем автотесты и берем текущие матчи, которые у нас есть. Например, мы задавали имя джон, и мы ожидаем где-то в экспекте у нас джон, мы подставляем в качестве значения не джон, а джон знак меньше или знак больше, и экспектим его без конвертации в таком же виде. Звучит классно, но в реальной жизни, когда начинаешь это делать и вообще применять это, это есть сложности. Во-первых, в современных веб-приложениях у нас есть API, это возвращается в JSON, он может заэнкодить это значение. Это нужно учитывать и смотреть, какой у вас API. Второе, что знак меньше-больше может вернуться в чистом виде, но при постановке в дом с помощью JavaScript, он может подставиться безопасно, засанитайзиться. Соответственно, здесь, если вы и бэкэнд-тесты можете, там и фронт-энд, и вообще вы там очень крутые, то, собственно, сводится это к тому, что вы сначала проставляете эти значения, а потом с помощью, например, Phantom.js вы рендерите странички и пытаетесь посмотреть, где-то у вас отрегидрировалось это или нет. Следующий вид атаки уязвимости – это SQL-инъекция. Надо признать, что в современном в их приложениях их меньше, например, не то, как в первых-два класса уязвимости, то есть первых-два класса уязвимости до сих пор встречаются сплошь и рядом. А вот с инъекциями посложнее, но до сих пор встречаются, и не так-то это сложно автоматизировать, такие проверки. Представим себе нормальный обычный кейс. У вас есть сайт, вы проверяете чтение новостей и подставляете, например, в первом кейсе обычный кейс цифрых по 1, то есть рассматриваете новость 1. В скобочках указан SQL-запрос, который выполнит бэкэнд, довольно типичный, то есть просто подставит в запрос цифрку 1. Что можно делать? Мы берем наш автотест и в нем меняем как раз значение 1 на минус 1 or sleep, к примеру, 5 или 10. Есть ли, есть это такой прям тоже классический случай инъекция. Что будет? Попытается сначала выбраться новость с id-1, но так как чаще у нас там автоинкремент, у нас такой новости не будет, и выполнится второе условие sleep. И если на этом запросе ответ будет больше 5 секунд, соответственно, возможно, там есть проблемы. То есть может быть, конечно, бэкэнд тупил там, или там диовский сервак там, как обычно лежит, но вероятность высока, что как раз сработал именно sleep. В реальной жизни, когда пентестеры именно это делают, делается немножечко по-другому, прогоняется порядка там 10-15 нормальных значений, то есть id равно там 1, 2, 3, 4, 5, замеряется средний тайминг, и потом начинают представляться различные payloadы, такие как or sleep, или просто там минус sleep сразу можно делать, с кавычкой, без кавычки, ну и замеряется. Если наши слипы, с нашими слипами запрос намного больше, чем нормальное поведение, значит, есть проблема. Так работают именно сканеры, автосканеры именно с кейл инъекцией. Следующий класс уязвимости, template-interjection, он набирает обороты и триггерится в разных местах. У нас такие все современные веб-приложения, они основаны на базе темплейтов, и есть проблема в том, что когда, то есть темплейты, это у нас чаще всего в фигурных скобках, какое-то значение переменной. Но можно, так как мы не знаем, какие перемены могут быть на бэкэнде, что делают атакующие чаще всего при проверке, они просто приумножают два числа. Разберем обычный кейс. У нас есть тест-валы, мы задаем John, и в expected ждем John. Если мы ищем template-interjection, мы поставляем John и в фигурных скобках 7 умножить на 7. Надо уточнить здесь то, что бывают разные темплейты и общие шаблонизаторы. У кого-то это две фигурных скобки, у кого-то может быть это с долларом, это, например, в Java. То есть, собственно, в зависимости, просто можно спросить разработчика, какой у нас там шаблонизатор и как неправильно подставлять, какие скобки мне подставлять, в каком синтексисе. И, соответственно, если юзимость есть, и вы подставили где-то в значении, в имени, например, John, 7 умножить на 7, то если юзимость есть, оно перемножится, и вам вернется 49. Там, не знаю, можно там 8 на 8, хоть что угодно перемножать. Если юзимости нет, то, скорее всего, вернется все как было. И, собственно, это круто, удобно, и даже кто вот пентестер, и кто ищет юзимости, они частенько пропускают такой класс юзимости, и такие, типа, иногда тупо, потому что не знают, либо просто забыли, короче. Ну, в общем, мало кто ищет темплейты джешены, хотя это довольно серьезная юзимость, потому что из темплейта мы можем вызывать функции стандарт языка, и вообще это приводит, вот прям, что мы там можем заломать сервак, там, короче, получить доступ к базе, чаще всего так это бывает. Единственное ограничение, это бывает длина поля, которое мы можем задать. Например, сможем вызвать одну команду, но какую-то уже крутую команду не вызовем. Но это, собственно, отличенный разговор, и он не касается, может быть, именно поиска юзимости, это уже эксплуатация. Что еще можно сюда притащить в автотесты и тестировать безопасность при помощи автотестов? Время жизни токенов и сессии. В любом приложении у нас чаще всего есть какая-нибудь выдача токенов, которые работают у нас на один раз. Это могут быть ОТП какие-то, например, смс-ка выслалась, это может быть что-то еще. Например, мы инициируем перевод денег, у нас подписывается ссылка, и вообще у нас есть действие на перевод денег вот с этим токеном. Он должен отрабатывать один раз, потому что нужно там, хочешь еще раз переводить, ну-ка заводи сейчас весь процесс снова. Собственно, в автотестах вы просто там где-то на финале берете, отправили разочек этот запрос, получили результат, и тут же просто еще раз дублируете последний запрос, и, собственно, посмотрите, если он снова прошел, ну, блин, проблема. Также при помощи автотестов можно потестировать сессии. Что мы делаем? Мы зашли под юзером, взяли его куку и меняем ему пароль. Или включаем в факторку, или мы выходим из аккаунта, но при этом сессия остается жива. То есть как мы делаем? Зашли, выполнили действие, проверили, что сессия окей, нажали логаут, вызвали метод логаута, и снова пытаемся с той же сессии просто обратиться с той же кукой к тем же методам или каким-то из методов. И бывает так, что сессию, короче, келяют, но келяют не по-честному. Например, просто делают, куку удаляют у юзера, и в реальной жизни вы такие вышли, нажали выйти из браузера, ну, там, да, кука другая выставилась, короче, ничего, проблемы нет. Со старой кукой, если обратиться, то все сработает, и это не то поведение, которое ожидает пользователь, потому что если у него каким-то образом тащили куку из браузера, то она останется живой. Ну и специфичные кейсы. Бывает такое, что привязывают сессию к IP-адресу, например, к каким-то актетам или полностью к IP-адресу, если есть такая фича. Смотрят на юзер-агент, что, ну, в общем, на всякие такие вещи. Собственно, мы тоже их можно проверять с помощью этого же способа. По поводу времени жизни сессии, здесь бывает по-разному. То есть если у нас сказано в документации, что со временем последнего обращения сессия живет максимум сутки, ну, можно, конечно, попробовать сохранить, короче, куку, подождать там до следующего дня, снова прийти, проверить, живая сессия или нет. То есть это такой может быть способ, который используют пентестеры, когда пытаются атаковать реальные ресурсы. То есть им приходится тупо сидеть и ждать. Но в реальной жизни, наверное, при разработке вы можете попросить тестовые API, которые будут инициировать экспиринг-сессии, и вы будете дергать от API. Только быть уверенным, что оно действительно ту же самую процедуру вызывает. И, собственно, смотреть, как оно. Следующая вещь, это шестая, но у нас уже как раз про тестирование рейт-лимитов. Как бы ни было бы странным, это тоже довольно популярная проблема в том, что приложение пишется, но чаще всего без каких-либо рейт-лимитов. И, например, какой-нибудь такой функционал пригласить друга по e-mail, пригласить друга по смс-ке, выголеть ему там что-нибудь, что могут делать всякие плохие люди. Они берут чужой e-mail и могут его тупо заспамить письмами. Например, вызвать приглашалку там сто тысяч раз, как бы проблема на бэкэнде будет, чувака ящик разорвется, ну и вообще нехорошо, что от нашего сервиса там пришло сто тысяч писем. Возможность отправки смс. Более-менее так все уходят от смс к пушам, но так или иначе смс-ки шлют. И все знают, что смс-ки они не бесплатные, и чтобы ограничить пользователя, и чтобы он не потратил все деньги сервиса, просто постоял на ночь там отсылаться сто тысяч смс-ок, ну как бы остались без денег. Тоже можно это все автотесты простым циклом смотреть, что у нас там после хотя бы ста попыток, но и то там посмотрите, да, что-то немного было, нельзя было пройти много смс-ок. Ну и также отказ в обслуживании. Вообще такие операции, которые связаны с конвертацией картинок, видео с распаковкой архивов, да и вообще какие-то сложные бэкэнд-запросы. Тоже чаще все бывает так, посылаем пучок раз, и все потихонечку загибается, все бэкэнды начинают поэтапно складываться. Это тоже, собственно, можно притащить в автотесты. Ну и вообще, что хотелось про такой подход сказать, про автотесты и безопасность. Какие у нас есть плюсы? Атакующему приходится вручную собирать все параметры, смотреть, какие данные ожидаются, не ожидаются. А в автотестах вы и так уже все знаете, вы там скорее всего по документации писали, если она есть. Ну и в общем как-то придумали, в общем уже узнать все эти параметры, уже все покрытие, и ничего не надо собирать. Это офигенно, что большое покрытие и сокращение времени. Также вы просто взяли, форкнули свои ветки, то есть вы пишете обычный тест, и тут же вы пишете форк просто в security ветку, вы можете нормально вценить continuous integration. И даже если кто-то накосячил, там сегодня они нормально подставляли значения, а завтра они ненормально подставляют значения, такое бывает именно с точки зрения безопасности, то в автотестах это быстро вскроется. Ну и вообще, как врачи, довольно круто. Из минусов, конечно, нельзя сказать, что вот все, мы там, мы тестируем безопасность, у нас все окей. Действительно, такими вещами покроется часть кейсов, но всякий бизнес, ну, баги завязаны на бизнес-логику или какие-то сложные места, которые требуют 3, 4, 5 запросов, они, конечно, не найдутся. Также не найдутся уязвимости, скорее всего, в платформах, в библиотеках. Например, используйте какую-то либо, вряд ли ваши тесты, вот в таком виде они найдут эти проблемы, это конкретно проблемы в библиотеке, и нужно искать ее обычное тестирование безопасности и смотреть на нее. Ну и в том числе, на практике могу отметить, что могут быть фолзы поначалу, конкретно касается в том числе XSS, как я рассказывал, проблемы, что задать-то задали, а матчить-то не получается. Ну и в зависимости от того, что если у вас API честное, вы даете там все окей и так далее, а если нет, то иногда можно полагаться на ответы 200, 403, 404, иногда нельзя. Но, в общем, возможно, что придется подгребать конкретно фолзы. Стоит сказать, что такое, я про то, что сейчас рассказывал, это такое больше про динамику. Технически это применимо и с юнит-тестами, и с другими вообще видами тестирования. И это вообще придумали в 2006 году. Я уверен, что многие из нас еще вообще не работали и ходили в университет или в школы. И есть такая старая-старая документация, я оставлю ее в ссылке, просто посмотреть, откуда это зародилось и как это развивалось. Возможно, вам тоже это будет интересно. Так что тестируйте безопасность. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Раз. Вопросы? Давай идти. Вова, задай какой-нибудь вопрос, так чтобы Сережа на него не мог ответить. Должен был один вопрос, да. Я бы сказал, я не знаю ответа, давайте следующий вопрос. Да, это проблема, да. Да, alert 2 помогает, дали промпты, да. То есть, ну, на самом деле, alert, конечно, это не круто. С точки зрения автотестов нужно принять свою функцию и смотреть на ее вызов в фантом.js. Это будет намного правильнее и удобнее. Особенно, что она еще сможет отлагировать, откуда вызвали и как вызвали. Да. Альер, ты, наверное, действительно в современном мире уже плохой пилот. Окей, тогда еще раз спасибо. Спасибо, Сережа.